Посмотрите на эти снимки. Эти аборигены молятся построенным из подручных материалов самолетом, возводят аэродромы со взлетными полосами, диспетчерскими вышками, а сами одевают на голову муляжи наушников, рисуют на теле погоны, медали и другую военную атрибутику. Нет, это не очередной фейковый пост в паблике ВКонтакте или сюжет Паран ТВ. Это реально существующая религия, распространявшаяся среди аборигенов Меланезии в начале и середине 20 века. У этого есть простое объяснение. В годы Второй мировой войны этот остров служил перевалочным пунктом для вооруженных сил союзников. Наблюдая, как самолетов сгружают или сбрасывают различные припасы, коренное население решило, что это дары богов с небес. Поэтому, когда война закончилась и поставки грузов прекратились, они связали это с гневом божеств. Эта религия существует по сей день и носит название Культ Карга. Но можно ли также просто объяснить появление христианства, ислама, буддизма и прочих религий? Досмотрите этот ролик до конца и за ближайшие 10-12 минут я дам четкий ответ на этот вопрос. Давайте разбираться. В мире, где нет греха, богов не существует. Ведь не нужно никому молиться, чтоб тебя простили за совершенный грех. В мире, где царит справедливость и каждый имеет равные условия и равный доступ к материальным и информационным ресурсам, нет религии, ангелов и святых. Ведь в таком мире все зависит лишь от тебя. Пойди, возьми, сделай, измени. Религия появляется тогда, когда справедливость, шанс, возможность становятся категориями чудо. Оно одно может тебе помочь, ведь дальше ты уже бессилен. Религия умирает, а вместе с ней боги и святые, живущие в этих религиях. Мусульмане и христиане постоянно спорят между собой о том, какая религия самая быстро растущая. Однако и первые и вторые слона-то и не заметили. Наиболее стремительно развивающаяся религия атеизм. В Соединенных Штатах Америки 60 миллионов человек идентифицируют себя членами церкви атеизм и занимают второе место после общины баптистов. В Европе существуют страны, где количество атеистов достигает 50 и даже 70% среди населения. Вы проиграли боги, так же, как и ваша религия. Траектория движения наметилась и все, что осталось лишь ждать, когда патриархи атеизма объявят об окончательной и сокрушительной победе над религиями, не прошедшими проверку времени. Почему то, что на протяжении нескольких десятков тысяч лет в разных формах было главным законом и жизненной необходимостью для всего человечества, от первобытных особей до современного человека, так легко и стремительно рассыпается буквально за пару-тройка десятилетий? Кто в этом виноват? Наука, которая доказала, что чудес не существует. Погрязшие в роскоши и пороки священнослужители, которые сами ни во что не верят, кроме как во власти деньги. Быть может, боги и святые, оставив нас наедине с надвигающимся тотальным пиздецом. Зачем нам в принципе религия, любая, включая атеизм? Может ли и должен ли человек жить без нее с осознанием, что он сам себе бог? И несет ли он в этом случае какую-то ответственность, грозящую негативными последствиями? Многое из того, что вы увидите и услышите в сегодняшнем выпуске, будет поистине уникальным. Добро пожаловать на канал Нулевой Пациент. Здесь царит абсолютная истина. Ну что ж, настало время ответов на самые важные вопросы. Не забудьте подписаться, поделиться этим видео, а также нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски Нулевого Пациента. Посмотрите это невероятное видео. Тупые обезьяны. Занимаются всякой херней. Ученый утверждает, что то, что мы сейчас увидели, ритуальное действие является зарождением религии. Тех, кем мы были до того, как эволюционировали. Умные, башковитые дяди и тети с кучей мозгов говорят, что приматы продолжают эволюционировать. И возникновение религии – часть этой эволюции. Ну что ж, видимо, вера в метафизическое незримая вещь, которой нуждается заложенная в нас естественность. То есть природа заинтересована в возникновении в нас веры. Именно поэтому этот процесс эволюционный. Далее случится следующее. Придет огромная горилла и объявит, что ей было божественное откровение. И теперь она уполномочена распространять веру от имени этого дупла. Камни теперь будут по 10 долларов, а кинуть камень в дупло – еще 2 доллара. Все, кто с этим не согласен, получат пи***. И после смерти попадут в ад, где великое дупло накажет всех неугодных приматов за дремучее невешество. Именно так вследствие веры появляется религия. Далее возникает канон. Условия, на которых тебя не будет бить огромное шимпанце, захватившее власть как над дуплом, так и над твоим страхом. Ты ведь не хочешь попасть в ад, верно? Грешный пи***к. Именно для этого гориллы, которых стало великое множество, ведь контроль над дуплом делает твою жизнь лучше в материальном плане, предусмотрели возможность купить прощение от всех грехов. Всегда можно купить индульгенцию или построить храм на ворованные деньги. Изучая теологию и историю мировых религий, стараясь разобраться в их сути, я столкнулся с тем, что не в зависимости от ее наполнения, это всегда одно и то же. Власть, деньги, контроль над массами и, на удивление, всегда политика. Всегда политика. Как только появляется новая религия, вне этих параметров существующая система реагирует невероятным раздражением, называя любое новое течение сектой, ересью, глупостью. Христа распяли, Магомета изгнали из Мекки, арианцев и катар просто физически уничтожили. И причина отнюдь не в гонении на праведников, а в том, что монополизаторы религии и церковь не хочет делиться ни властью, ни деньгами. Суть религии и контроль над вами. И так как это чисто физиологически и эволюционно, в вас есть необходимость в вере, за вас борются те, кто ей торгует. В современных церквях любых нет веры. Именно поэтому все они гниют изнутри. Одни выбрали педофилию и секс с хором, церковных невинных мальчиков. Другие призывают убивать неверных. Третьи считают, что окружающие нелюди. Называют их гоями, а гой, как известно, хуже собаки. Четвертые погрязли в роскоши, золоте, яхтах и дремучем невежестве. Смерть религии и естественный процесс в мире, где священнослужитель не верит ни во что, и по сути своей хуже мирян. Тяжело исповедоваться и прислушиваться к тому, кто своей сальной рукой обворовывает нищих, продавая опиум, состоящий из прощения грехов, райской жизни в окружении десятка девственниц и наказания грешников, твоих врагов, которых не осмелился послать нахуй при жизни, потому что ты трус. Атеисты, находясь со стороны, высокомерно наблюдают за происходящим, радостно хлопая в ладоши, не понимая, что их уже разводят, так же, как и остальных прихожан других церквей. У них есть свое святое писание, свое житие святых. Они точно так же приходят в культовые сооружения послушать своих проповедников. Запутались ли мы или нас запутали, неважно. Незнание закона не освобождает от ответственности. Эта норма существует как в криминальном кодексе, так и в повседневной жизни. Вера в незримое желание ввести диалог с чем-то внутри тебя и снаружи, что наполняет все смыслом, заложено во всем живом генетически, потому что это один из факторов правильного существования человека. Как должна быть печень в здоровом теле или тестостерон в теле мужчины, так должен быть и диалог, и с окружающей реальностью. Ведь она говорит с нами, говорит порой очень громко. Без этого диалога человек несчастный. И важно понимать, что для этого общения тебе не нужна религия, не нужен канон и церковь. Между тобой и истинной не может быть посредник. Оглянись, будь внимательней, и реальность тебе все сама объяснит. Почему есть религия? Почему есть вера? Почему она никогда не исчезнет? Да потому что существует волновая генетика, мать его. Очень особое понятие в науке. Суть волновой генетики можно описать следующим образом. Если на изолированном острове обезьяна приобретает какой-то навык, то остальные приматы, не контактирующие между собой, находящиеся на других изолированных островах, приобретают такой же навык. Это касается всего живого на Земле. Вера и религия, как способ разобраться в происходящем, физическом и метафизическом, существуют вне нас в субатомных частицах, которые нас окружают. Именно поэтому вера нужна тебе, это нормально. А вот посредники тебе не нужны. В заключении хочу вам показать невероятное видео, которое причиняет боль за собственную тупость и зашоренность. Это говорящая с людьми горилла Коко. КОНЕЦ КОНЕЦ Конченая горилла. Как Земля может видеть и что-то чувствовать? Это всего лишь песок, камень и вода. И как ты можешь любить людей? Ты животное, у тебя нет эмоций? Тупая обезьяна. Может еще любовь и мораль существуют? Вера, а точнее ее суть, пронизывает окружающее пространство. Именно поэтому главные ее аспекты – любовь, сострадание, дружба, взаимопомощь – возникает во всем живом сами по себе. Волновая генетика. И лишь человек этому противится. Незнание закона не освобождает от ответственности. Приснегнитесь. Пришло время расплачиваться за нежелание синхронизироваться с естественностью окружающего мира. С ритмом, в котором он дышит, будет тотальным и максимально эпичным. Прямо сейчас спускайся в комментарии и напиши свое мнение на этот счет. Я постараюсь ответить на каждый комментарий. Ставьте лайк, если этот ролик ответил на ваш вопрос о возникновении веры и религии. Ставьте дизлайк, если не согласны с моим мнением. Бывает и такое. Я открыт для критики. Но важно помнить, все, кто поставит дизлайк, будут гореть в огне Инквизиции. С вами был Нулевой Пациент. Подпишитесь и поделитесь этим видео. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok